Парламентарии региона предлагают снизить стоимость продажи земельных участков. Этот вопрос был вынесен сегодня на рассмотрение постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого округа по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. В настоящее время стоимость продажи земельных участков составляет 100% кадастровой стоимости. При этом постановлением администрации округа для отдельных категорий покупателей установлены иные проценты. Так, в случае продажи участка для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему собственность, на приобретаемом земельном участке цена составляет 60% кадастровой стоимости земельного участка. Как отметил вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров, в других субъектах эта цена гораздо ниже. Наверное, Ненецкий округ – это единственная, в которой таким образом выкупная цена установлена в таком размере, как бы 60%. Как правило, он составляет 10-15%. Ну, вот в Республике Коми, например, от 10 до 20%. В Ленинградской области 5% кадастровой стоимости, 5% кадастровой стоимости в Краснодарском крае. Ну, то есть, и эта норма люди пользуются. Парламентарий также напомнил, что с ноября 2014 года до марта 2015 цена составляла 15% от кадастровой стоимости. За это время от граждан поступило 22 обращения о выкупе земли на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей. Человек побеждает в аукционе, берет в участок даже 150 тысяч рублей в аренду на один год. Но у него есть возможность за это время построить, например, дом, ввести его в эксплуатацию и в соответствии с законом обратиться за выкупом дальнего земельного участка. То есть, ну, и, соответственно, он потом его выкупает, там, за 15% кадастровой стоимости, за 5% кадастровой стоимости. Ну, по разным регионам совершенно по-разному. Ну, как бы выкупает, и это, в принципе, доступные для гражданина деньги. И государство решает свою задачу. Во-первых, как бы земля начинает использоваться. По словам Матвея Чупрова, в регионе потребность у граждан в земельных участках есть, но из-за высоких процентов они не могут выкупить арендуемый участок. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, депутаты предложили вернуться к практике 2015 года и снизить цену продажи земельных участков для ведения личного подсобного, дачного хозяйства-садоводства, строительства гаража или индивидуального жилищного строительства с 60 до 15%. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал Север.